Здарова народ, меня зовут Илья Бунин. Посмотрел Люсю, нормальное развлекательное кино. Поехали! Люси это фантастический боевик, режиссер и сценарист картины Мэтр, популярнейший кинодел Франции и мира Люк Бессон. Знаете, народ к Бессону отношусь с неким теплом, он действительно сильный кинематографист. Его золотыми творческими руками были сотворены такие прекрасные картины, как Леон с Жаном Рено, пятый элемент с Уиллисом и бывшей женой Бессона Мила Йовович. После чего вышла так себе Жанна Дарк, неплохой Ангела. Затем Бессон ударился в трилогию проходного анимационного мультика Артуры Минипуты. И вот только в прошлом году бахнул более-менее нормальный фильм Малавита. Больше чем режиссер, Люк известен как великолепный сценарист и продюсер. Он занимался такими всеми любимыми шедеврами, как такси, неплохими боевичками «Перевозчик», «Тринадцатый район» и одним из моих любимых фильмов с авторствой с Гаем Ричи «Револьвер». Бессон вообще любитель делать ставку на сильную героиню. Думаю, все заметили. Никита, Лилу Даллас, Жанна Дарк. Он сам лично говорит, что его вдохновляют волевые женщины и что они правят миром. И Люся очередная такая женщина. Действия фильма начинаются с того, что бедная девчушка Люся попадает в нелепую ситуацию. В результате которой ее мозг начинает работать гораздо лучше, чем у других людей. На все 100%. Постепенно приближаясь к превосходству. То есть к совершенству. Насчет байки, что мы используем мозг не более 10%. Это полная чушь. Человек использует весь мозг и все его области. Вопрос только в том, что мы недостаточно продуктивно его используем. Блин, сами посмотрите. До сих пор есть люди, которые ходят на наше отечественное кино. На Калкасскую Вася Пледницу. На скорой. Пфу, Москва, Россия. О чем еще можно говорить? Посмотрел Люсию и знаете, фильм мне понравился. Но я четко знал, на что шел. Бессон неоднократно заявлял, что это экшен-фильм и он не обманул. Этого и ждите. Если соберетесь идти, в картине есть ряд спорных моментов, которые взбесят некоторую привередливую категорию людей. Например, Морган Фриман. Я очень люблю этого старичка, но народ, вам не кажется, что он уже сходит с ума? Он, наверное, думает, что исполняя из фильма фильм роли умного нигера с пафосными поясняющими речами, войдет в историю как самый умный нигер. Мне кажется, он уже не понимает, что происходит. Еще кого-то может пробесить, что процентов 10 фильма составляют съемки живой природы. И действительно, временами как будто BBC смотрел. Но эти вставки у меня не вызывали отвращения. Следующий момент – это сюжет. Конечно, у меня закралась мысль, что Бессон не запаривал с ошибкой и стырил идею. Взял тупо соединил области тьмы до 40% фильма, и остальные 60% добавил превосходства. Но если не обращать на это внимание, то норм. Короче, ребята, не надо ждать чего-то глобального, про космос, про становление вселенной. Мысли проста. Но зато, как красиво подано. Лучше, чем тоже превосходство. В этом, конечно, весь Бессон. Что-что, но подавать фильму он умеет. Со вкусом, с великолепной режиссурой, почерком. Люк красава в этом плане. Мне с эстетической и художественной точки зрения фильм понравился. Очень впечатлили многие эпизоды. Например, вот эти линии, исходящие от людей в небо, которые можно воспринять как информационную связь с космосом. В общем, у кого как с фантазией. Или великолепный рывок в прошлое. Все это смотрится. Все это очень художественно. Ведь ради таких, пусть даже и непродолжительных моментов, мы и ходим в кино. Эпизоды с космосом, перестрелки и драки. Все это тоже подано на высоком уровне с характерным почерком Люка. И да, мне по сути сюжет тоже понравился. Только вот концовка не удовлетворила ожиданий. А так, конечно, на одном дыхании смотрел. Теперь по поводу актерской игры. Скарлетт Йоханссон в роли Люси, конечно, великолепно смотрится. Давно я не видел ее так хорошо играющей. Кто-то скажет, да чё, она же как замороженная весь фильм. Ерунда, она умница, игра ее легкая, непринужденная. Уже с первых минут фильма Скарлетт то плачет, то истерит. И со временем в течение фильма превращаются в холодную Люсю. В общем, Скарлетт прекрасна. Правда, очень напоминает Лилу Даллас, но это ничего страшного. В общем и целом фильм получился нормальный. С отличной актерской игрой, умеренным, но достаточным количеством эффектов. Держащим экшеном и интересным незамысловатым сюжетом, который в то же время дает немного пищи для мозга. Мне, допустим, понравились многие вопросы, которые поставил Бессон в фильме. Например, сколько стоит человеческая жизнь? Стоит ли тратить время на неинтересных людей, как в моменте с подругой Люси? Какой вообще смысл имеет наша жизнь? Есть за что зацепиться мозгу. Лично мне этот фильм показался великолепно сбалансированным и легким. Разок его можно посмотреть в кино. Помните, народ, не ждите от фильма слишком многого, и тогда, вероятнее всего, он вам понравится. Пока. Суперкрутой ученый Джонни Депп со своими корешами, женой Ребеккой Холл и тем второплановым мужиком работают над созданием суперкомпьютера. Но, как обычно, появляются враги в образе антитехнологических террористов и делают что-то нехорошее.